Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на первом уроке в этой четверти. Тема урока «Мы. Слова из русской речи». Сегодня на уроке вы узнаете, что такое амонимы. Поймете, чем отличаются амонимы от многозначных слов. Будете учиться использовать в речи амонимы и многозначные слова. А сейчас прочитаем слова и узнаем их значение. Я буду читать, а вы повторяйте их за мной. Наблюдать, чертить, изобретатель, близнецы, ключ, колодец, коса, лук, молния. Наблюдать значит внимательно следить глазами за кем-то или за чем-то. Чертить, проводить черту, линии. Изобретатель — это человек, который придумывает что-то новое. Например, телефон, самолет. Раньше не было ни телефонов, ни самолетов и многого-многого другого. Их придумали изобретатели. Близнецы — это братья или сестры, очень-очень похожие друг на друга. Их часто трудно отличить. Ключ. Посмотрите, это ключ, родник, вода, которая течет из земли. И это ключ, обычный ключ, которым мы закрываем дверь. Два разных предмета. А это колодец, откуда берут чистую воду для питья. А теперь о слове коса. Посмотрите на эти три картинки. Кого вы видите на первой картинке? Девочку. У нее длинные волосы и коса. Девочки, у которых длинные волосы, часто заплетают косу. На второй картинке тоже коса. Но ее не заплетают. Этой косой косят траву. На третьей картинке тоже коса. Видите, в воде полоса земли? Справа и слева вода. Такую полосу земли в воде называют коса. Лук. Тоже интересное слово. Посмотрите, это лук и это лук. Опять два разных предмета. А названия этих предметов похожи. Молния и молния. Ребята, как говорят правильно. Чертить что? Линию. Начертить что? План. Наблюдать за чем или за кем. Наблюдать за облаками. Наблюдать за птицами. Наблюдать за детьми. Образуйте слова. Что значит существительные, которые вы образуете? Выполнить задание вам поможет образец. Учить. Учитель. Учитель – это человек, который учит школьников. А теперь образуйте существительное от слова читать. Что обозначает это существительное? Дальше. Образуйте существительное от слова слушать. Что обозначает это существительное? Слушатель. Слушатель. Слушатель – это человек, который слушает. Следующий глагол. Наблюдать. Наблюдать. Наблюдатель. Наблюдатель. А наблюдатель – это человек, который наблюдает. Теперь подумайте над словом изобретать. Как назвать человека? Чем он занимается? Изобретать. Изобретатель. А изобретатель – это человек, который изобретает. Как дополнить предложение, ребята? А помогут вам слова для справок? Молния. Молния. Близнецы. Колодец. Наблюдать. Изобретатель. Начертить. Проверим. Моя сестра старше меня на один год, но мы похожи, как близнецы. Я люблю наблюдать за моими друзьями, когда они играют в футбол. Жители села берут воду из колодца. Учительница сказала нам начертить на первой странице дневника наш путь из школы домой. Какие слова в этих предложениях? Давайте проверим. У меня на куртке сломалась молния, и теперь я не могу застегнуть куртку. Марат мечтает стать изобретателем и придумать новую машину. В небе сверкают молнии, и гремит гром. А сейчас, ребята, прослушайте стихотворение и подумайте, о каких предметах в нем говорится. В море суши полоса называется коса, и у девушки коса цвета спелого овса. На траве лежит роса, косит травушку коса. У меня один вопрос. Сколько есть на свете кос? В стихотворении несколько раз встречается слово коса. О какой косе говорится в этих строчках? Здесь говорится об этой косе. А какой косе говорится в этих строчках? Об этой косе. А какой косе говорится в этой строчке? Об этой. Ребята, слова, которые произносятся и пишутся одинаково, но имеют разное значение, называются амонимами. Амонимы – это разные слова, а не одно и то же слово. Посмотрите на картинке. Что это? Лист. И это тоже лист. Как называются такие слова? Амонимы. Послушайте сказку об амонимах. В одной сказочной стране жили слова. В той стране было много жителей. И богатые синонимы, и вечно спорящие антонимы, и многозначные слова с их большими семьями. И вот однажды в двух разных семьях появились сыновья. Они были не просто похожи лицом, а они были одинаковые. Имена у них были одинаковые. Лист и лист. Соседи стали называть их Лист-1 и Лист-2. Соседи задумались. А как называть их вместе? Близнецы? Нет, нельзя. Они же не родные братья. Придумали тогда. Будем называть их амонимы. Что означает одинаковые имена. Взрослели мальчики не по дням, а по часам. И скоро стало видно, что дети только на лицо одинаковые, а по характеру совсем разные. Лист-1 был спокойным и мечтательным. Любил гулять и наблюдать за природой, и хотел стать садовником. А Лист-2 был внимательным и трудолюбивым. Любил чертить и хотел стать изобретателем. Но жили амонимы дружно и часто пели о себе такую песню. Мы слова из русской речи, из родного языка. Одинаково нас пишут, одинаково нас слышат. Но важна не только внешность. Потому не торопись. Не всегда нужна поспешность. Ты до смысла доберись. Наподобие начинки смысл запрятан в серединке. Сходным лицам вопреки. Мы по смыслу далеки. Как назвали соседи мальчиков Лист-1 и Лист-2? Их назвали амонимами. Почему их назвали амонимами? Слово амонимы означает одинаковые имена. Почему их нельзя было назвать близнецами? Их нельзя назвать близнецами, потому что они не родные братья. Какие они были по характеру? По характеру они разные. Какие строки их песни лучше остальных строк описывают? Что такое амонимы? Одинаково нас пишут, одинаково нас слышат. Сходным лицам вопреки мы по смыслу далеки. Ребята, рассмотрите картинки, послушайте рассказ мальчика. Какие предметы назвал мальчик в своем рассказе? Прошлым летом я жил в деревне у бабушки. Около дома стоял колодец с журавлем. Там я брал воду и поливал лук. По вечерам дедушка точил косу. А в лесу дедушка показал мне ключ с чистой предчистой водой. Мне очень нравилось в деревне. Проверим? Я прочитаю еще раз, а вы посмотрите, какие предметы назвал мальчик. Прошлым летом я жил в деревне у бабушки. Около дома стоял колодец с журавлем. Там я брал воду и поливал лук. По вечерам дедушка точил косу. А в лесу дедушка показал мне ключ с чистой предчистой водой. Мне очень понравилось в деревне. Посмотрите, два коня. Почему два разных предмета названы одним словом? Как вы думаете? Посмотрите на эти две молнии. Почему они названы одинаково? Думаю, ребята, вы догадались. У предметов, которые вы только что видели, есть что-то общее. Они чем-то похожи друг на друга. Это многозначные слова. Амонимы нельзя путать с многозначными словами. Многозначные слова – это слова, у которых есть несколько значений. Но между всеми значениями многозначного слова есть что-то похожее. В значениях амонимов нет ничего общего. Ребята, найдите слова, которые пишутся одинаково. Какие слова – амонимы, а какие – многозначные слова. Думаем. Волк воет, ветер в трубе воет. У Оли золотые волосы. У нее золотые кольца на руках. День сегодня был холодным. Он посмотрел на меня холодным взглядом. Алина, у тебя есть черная ручка? Чашка упала на пол, и у нее отломалась ручка. Не трогайте птичье гнездо. Чингыс был рад, что вернулся домой в свое родное гнездо. Бабушка не может читать без очков. Наша команда получила пять очков и выиграла. Субтитры создавал DimaTorzok Давайте проверим. Амонимы – очки. Многозначные слова. Воет, золотые, холодный, ручка, гнездо. Думаю, вы справились с этим заданием. А теперь, ребята, загадки. Есть она у чемодана и у школьницы любой. Есть у двери ресторана и у чашки голубой. Это ручка. Еще одна загадка. Есть на доме и вагоне, а в отеле можно снять и набрать на телефоне, и на сцене исполнять. Ребята, что это? Это номер. Наш урок заканчивается. Как вы продолжите работу самостоятельно? Ребята, вы сегодня узнали об амонимах и многозначных словах. Возьмите в ваших школьных библиотеках словарь амонимов и толковый словарь. Выпишите на карточке три амонима и три многозначных слова. Расскажите о них своим одноклассникам. Можете сделать рисунки к словам. Положите карточки в ваш портфолио в раздел справочные материалы. И подведем итоги урока. Ребята, сегодня вы узнали, что такое амонимы. Узнали, чем отличаются амонимы от многозначных слов. Учились использовать в речи амонимы и многозначные слова. До свидания, ребята. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова